после воскресенье чешской природам была поглощена божественной так ли это но имеется как видно воскресенье господа нашего иисуса христа нет она не была поглощена божественной не слитно нераздельно неразлучно две природы во христе пребывали вот таком особо соединение таинственным конечно непостижимом нашу человеческую рассудку но как божественная природа была божественная оставалась божественной естественно да так и человеческая природа осталось чешской природой но чешской природы было обожено иди действием природы божественной действием благодати и поэтому христос после своего воскресенья мог на мена перемещаться в пространстве как человек мог то естественно везде присутствует. А Христос как человек, мы можем присещаться в пространство, проходить сквозь двери затворенные, как нам присутствует Евангелие. Не нуждаться ни в отдыхе, ни в еде, ни в питье. И вот этот образ Христа, который он нам явил в себе, в своей человеческой природе уже воскресшей, это образ и наша воскресшая природа. То есть, когда мы здесь на земле пребываем, мы должны, читая Евангелие, видеть, куда мы идём. И что интересно, многие с этой отцей говорят, что наша плоть это не наш недостаток в отношении, например, к ангелам, а наоборот. Это наши перед ними преимущества. Да, сейчас вот в этой жизни, которая сейчас протекает, жизнь, которая стала после грехопадения Адама и Евы, да, наша плоть нас тормозит. Иногда нам что-то хочется свершить, что-то сделать, а у нас то голова заболит, то там печень, то позвоночник, то ещё что-то. Просто на эти силы не хватает, естественно, человеческих. Но когда это, вот мы пройдём свой путь, если мы с вами спасёмся, дай Бог это каждому, то после воскресенья нашей плоти из мертвых, эта плоть будет особо обожженная материя. Она будет, да, материальная, но материя особо обожженная. И она нам никак не будет мешать быть Богом, служить Богу. И, так сказать, ворот, это будет венец творения Божия среди тварей, где сама материя стала таким, обладать особым, особым таком обожженным состоянием. Поэтому, когда были некие секты, которые, ну, псевдохристианские иногда, которые как раз отвергали плоть человеческую, это было абсолютно неправильно, это было полное непонимание хотя бы Евангелия. И если посмотреть даже на подвижников, даже ещё, которые находятся сейчас в своей плоти, а будет в человеческой, то можно видеть, как люди очень пожирые часто, больные, как им плоть абсолютно не мешает так служить Богу, как молодые здоровые служить не могут, даже чисто физически. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok